В Нью-Йорке выходные после дня борьбы с гомофобией ознаменовались убийством на почве ненависти. 32-летний житель Манхэттенского Гарлема получил пулю в голову и погиб на месте из-за того, что кого-то не устроила его сексуальная ориентация. По крайней мере, это главная и пока единственная версия полиции. Мне сначала показалось, что это какая-то хлопушка или петарда, а затем я подумала, боже, да это же выстрел. Гринвич-Вилледж или просто деревня, как называют ее местные жители, весьма фешенебельный район. Здесь проживают многие знаменитости и, пожалуй, самый высокий процент представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди всех районов Большого Нью-Йорка. Двери пабов и ресторанов широко раскрыты для геев, лесбиянок и транссексуалов. Над входом каждого второго из них радужный флаг. В спокойную богемную жизнь деревни в минувшие выходные вторгся 33-летний гомофоб Элиот Моралес. Он вышел из одного из баров в районе 6-й авеню и 8-й улицы и принялся мочиться прямо на тротуаре. А когда ему сделали замечание, выдал антигейскую тираду. После этого события начали развиваться стремительно. Он пригрозил бармену и менеджеру заведения, что если те вызовут полицию, он застрелит их, после чего показал им пистолет, спрятанный под серым свитером. Спустя несколько секунд нарушитель спокойствия столкнулся с группой гомосексуалистов, обругал их и застрелил одного из молодых людей. Как выяснилось чуть позднее, это был житель Гарлема Марк Карсон. Стрелявшего арестовали в нескольких кварталах. Он, не сопротивляясь, отдал стражам порядка свой пистолет 38-го калибра. Во время задержания и на допросе он много смеялся и продолжал выкрикивать все новые гомофобские ругательства. Прокуратура инкриминирует Моралесу убийство второй степени на почве ненависти и еще несколько менее тяжких, но весомых обвинений. Ему грозит реальный и, скорее всего, долгий тюремный срок. Убийство в тихом и благоприятном районе города потрясло всех нью-йоркцев. Просто не понимаю, как это возможно. Такие ужасные инциденты волнуют меня лично. Пока следователи готовят материалы для суда над Моралесом, местные жители организовали небольшой импровизированный алтарь, несколько свечей и букетов цветов на асфальте, в напоминании о том, что в 21 веке даже в таком либеральном оазисе, как Нью-Йорк, находится место средневековому мракобесию. В NYPD сообщили, что в текущем году в городе произошло 22 нападения на представителей гей-сообщества. За тот же период прошлого года таких атак было 13. Комиссар Рэймонд Келли уже созвал руководителей полицейских участков, чтобы обсудить эту опасную тенденцию и выработать план противодействия ей. Как известно, противодействие равно действие. В Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в 40 городах США прошли антигейские демонстрации. Сотни людей собрались у штаб-квартир бойскаутов. Эта организация впервые объявила, что может пустить свои ряды геев. Волна антигейских выступлений затронула даже традиционно либеральные университетские круги. В университете Калифорнии в Дэвисе на днях был жестоко избит студент. Он чудом выжил, и это уже второй подобный инцидент в этом университетском городке. Реакция на легализацию однополых браков американскими штатами становится все более острой. Убийство на Манхэттене – лишь последний пример из целой череды инцидентов, которые выглядят как изолированные эпизоды, но на самом деле постепенно превращаются в тенденцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова